Не могу не начать нашу беседу с велогонки. В велогонке, которая устроена Федерацией Гухих. Проходит она по Затонскому шоссе. Сегодня утром Затон и въездной поток стороны Затонов встал в напряженную пробку. Показывает телеканал ЮТВ, даже как люди поехали сквозь поля, уже даже наплевав на все, через разделители, через валы, поехали на переезд по полям. Пробки сковали въезд в Уфу через Затон. В социальных сетях горожане активно выражают недовольство. Причина – проходящий четвертый день в Уфе, летние игры сурдолимпийцев. Среди дисциплин – велогонки. Ради их проведения с утра перекрыто Затонское шоссе. Это привело к серьезным пробкам. Такая напряженная обстановка была в районе 8 часов утра на перекрестке Ахметова и летчиков. На кадрах видно, как машины прибираются к дороге через поле. Но и на грунтовой дороге образовался затор. Видимо, ситуация повторится 28 и 29 июля. В эти даты движение вновь будет ограничено. Семи и с восьми часов утра, соответственно, откроют шоссе к 17 часам. В социальных сетях комментаторы недоумевают, почему для соревнований было выбрано это место, а не набережная или менее загруженная артерия. Неужели, вот мы видели, в принципе, как проходил Белорусский форум, когда была закрыта улица Закьев-Лиди в самом ее там начале, да? Ну ладно, горожане потерпели, как бы, в принципе. А неужели власти не делают никаких выводов, что, в принципе, имидж имиджем, но, в принципе, для таких вещей можно находить какие-то другие локации. Ну, например, у нас есть целый биатон. В принципе, там можно было велогонку проводить. Как можно это прокомментировать? Нет, ну, надо комментировать по порядку. Во-первых, да, властям наклевать на то, что о них думают жители. Это уже давнишний тренд, и это тренд такой, скажем, федеральный. Им действительно все равно, что вот вы или я об этом думаем, и что там люди стоят в пробках и так далее. То есть у них есть задача, значит, организовать праздник. Праздник будет организован, во что бы то ни стало, все. Второй аспект. В Уфе действительно почти нет ровных дорог, по которым можно ездить на велосипеде, особенно людям с определенными проблемами, и чтобы, ну, это было травмобезопасно. То есть у нас этих дорог раз-два и обчелся. Вот великолепный асфальт в сторону Затоны, видимо, единственное место, где можно проехать по Уфе, не потеряв там колеса или еще чего-нибудь. Так что это абсолютно безысходная ситуация. То есть, да, они так делают, и да, им наплевать на то, что люди там стоят в пробках, что кто-то попал в безвыходную ситуацию, что кому-то надо срочно куда-то попасть. Я уже не говорю про вопросы там скорой помощи, доставки больных там и прочих-прочих вещей. То есть, так что надо начинать с этим жить, что вот власти живут в такой парадигме, им глубоко наплевать на нужды горожан. Уже есть целая набережная, ровная, в принципе, капка. Нет, понимаете, Дмитрий, здесь не надо оперировать категориями разума, там, рационального подхода, еще чего-то. То есть, вот если когда вы станете мэром Уфы, вот вы тогда и будете на набережной это проводить. А пока и мэр Уфы Мавлеев, там, а глава республики у нас Хабиров, они делают ровно так, как просто им хочется. Ну, мы, конечно, рискуем сейчас нарваться на хейт в том плане, что это же спорт для людей с ограниченными возможностями, как вы можете тут ставить свои житейские... Жалкие интересы. Да, вот ради этого. Нет, а я нисколько и не разделяю эти все вещи, да, то есть, в смысле, что никто ведь не говорит, что там нужно отменить занятие спортом, там, для глухих и не для глухих, там, для кого-нибудь. Нет, вопрос организации. Мы же не обсуждаем надобность, ненадобность проведения этих игр. Они, безусловно, нужны, наверное. Ну, то есть, особенно учитывая то, что сейчас для спортсменов в России очень тяжелые времена, в том смысле, что они отлучены вообще от любых международных соревнований и прочее, прочее, да, то есть, конечно, любые крупные мероприятия в самой России важны для самих спортсменов. И мы это не отрицаем. Мы говорим о том, что организовывали и принимали решение о том, где проводить эту велогонку, вовсе не глухие спортсмены. Они-то ни в чем не виноваты. Им сказали, вот, смотрите, хороший асфальт, поехали. А они поехали. Вопросов нет. Но мы говорим об организации. Организации и организаторов. Да. Люди, которые принимают решение, да. То есть, тут есть несколько людей, которые могут сказать, нет, этого нельзя делать, потому что там будет адский ад, значит, на этом направлении в Уфу. У нас Уфа и так задыхается. У нас со всех сторон, со всех подъездов к Уфе идут ремонтные работы, ну, уже практически безостановочно несколько лет. То есть, и Затон, и Кузнецовский Затон, и выезд там на вот этот Бельский мост, и прочее, прочее. Везде. То есть, они этого не то чтобы не понимают, и мне это не плевать. Хотя бы просто на выходные переносить такие мероприятия. Нет, ну, Дмитрий, да, запишитесь в очередь на должность мэра Уфы, я буду за вас голосовать, если вообще нам позволят голосовать за мэра. То есть, как бы, конечно, любой, любой гражданин, любой житель Уфы понимает, что делается, все делается у нас криво и неправильно. То есть, начиная с посадки там крупномеров и заканчивая перекрытием улиц для проезда глухих велосипедистов. То есть, вот, но поразительно другое, почему никто ничего не делает, никто ничего не говорит. Помните этот знаменитый мой опрос по поводу мэра Уфы? Всем же все нравится. То есть, мы не набрали тогда даже тысячи голосов, которые недовольны мэром Уфы или там еще чем-то таким. То есть, все всем довольны. Тогда, простите, стойте в пробке и не квакайте. Может, такие опросы проводить в пробке вот прямо там? Да, возможно, в пробке ее было бы проводить конструктивнее. Но на самом деле ответ вот людям, которые сейчас, которые, значит, ничего не предпринимают, ничего не думают даже о том, что вокруг них творится, и когда они попадают в какую-то ситуацию, начинают возмущаться, им ответ простой. Стойте и не квакайте.